Коллеги, добрый день. Сегодня у нас с вами вебинар на тему настройки видового состава документов. Документ оборот 3.0. Сегодня с вами я, ведущая Марина Нинашева, я являюсь руководителем проектов 1С, а также консультантом-аналитиком, действующим 1С в проектах, участвую в разных ролях, где-то как архитектора, где-то в роли аналитика, где-то в роли административного и не административного руководителя проекта. В общем, роли разные, суть одна и та же. Внедряем систему 1С документа оборот 3, тройку мы внедряем уже давно, и уже в сторону двойки мы и не смотрим, потому что это все-таки у нас та система, которая будет развиваться. Есть значительное отличие в настройках видового состава документов. Можно сказать, что общие принципы такие же, как 2.1, но есть настройка, допустим, той же обработки, по-другому происходит. У нас появились тематики. То есть те коллеги, которые сталкивались с документом оборотом 2.1, они четко видят разницу между этими двумя редакциями. Напишите в чат, кто с какой версией работал, сталкивался. Может быть, используете двойку, 1.2.1, может быть, уже тройку используете. С чем работаем, чтобы понимать, кто на что видел, что умеет. Начнем мы сегодня с общих принципов настройки видового состава документов, то есть где это настраивается, по каким принципам. Потом поговорим по тематику документов, номераторы, шаблоны документов, роли файлов в документах, настройку учета сторон и учета документов по контрагентам. Также по другим реквизитам, то есть по ДДС, учет НДС документа, настройку учета товаров, услуг, срока действия документов. И также немного с вами остановимся, затрону, хоть у нас был отдельный вебинар, но затрону, что такое у нас происходит на закладке обработка документов. То есть это как раз-таки новый принцип работы системы, когда у нас сам бизнес-процесс, он зашит прямо внутрь вида документа, а не является отдельной настройкой. Вот так, сейчас мы переключимся на наш документооборот. Скажите, сейчас видно, да, программу документооборот? Ну, можете там букву Д, допустим, направить. Так, вижу, что видно. Общий принцип. В принципе, визуально у нас документооборот тройку, он такой же, как документооборот B1, то есть он такой визуальный, достаточно приятный внешне. Есть виджеты, которые отличают нас от других программ 1С. Есть виджеты, это такие визуальные квадраты, которые позволяют попасть сразу в пункты меню, которые нам требуются, не приходя в само меню. Ну, и реестры, то есть сюда мы как раз-таки можем вытащить те пункты меню, которые нам требуются для нашей работы, те элементы системы, которые нам требуются для работы, чтобы не тратить лишнее время на это. Так, теперь не буду сильно устанавливаться на самом визуале и на описание системы документооборот 3.0. У нас есть на это отдельные вебинары. Мы с вами остановимся на настройках нормативной справочной информации. Именно в этом разделе у нас настраиваются виды документов. Здесь у нас есть справочник вид документов. И именно здесь мы видовой состав и настраиваем. Мы с вами сейчас будем настраивать с вами новый вид документа. То есть мы будем смотреть не уже на настроенный, а мы создадим свой новый вид документа и будем смотреть, как же это у нас происходит. У нас открывается некий конструктор. На этом конструкторе у нас есть несколько закладок. Каждая закладка отвечает за свои цели. Что мы здесь будем настраивать, что мы здесь будем заполнять и в каком виде у нас будет итоговый наш вид документа. В самой конфигурации предусмотрено использование некоторых особо популярных реквизитов. То есть здесь самими галочками мы отмечаем тот реквизитный состав, который стандартный. То есть отмечая галочками использование тех или иных реквизитов, у нас уже на уровне конфигурации заложена логика, какие реквизиты у нас будут использоваться в виде документов. Здесь предусмотрено, например, если мы указываем, что является договором, то система логично нам подсказывает и отмечает все галки, которые у нас отвечают за реквизиты договора. То есть сразу ввести учет по организациям, учет сторон, действующие документы, это срок действия, сумма договора, эти реквизиты обычно у нас учитываются в документах договорных. При этом мы можем эти реквизиты использовать и отдельно отмечать. То есть на уровне конфигурации логика уже заложена. И с развитием системы этот перечень стандартных реквизитов, он развивается, расширяется в перечень этих реквизитов. То есть когда мы добавляем тот или иной реквизит, тот или иной функционал, у нас на форме сразу закладывается, отражается эта логика. Мы с вами будем создавать сегодня заявку на командировку. То есть мы задаем название нашего вида документа и мы можем поместить его в какую-либо группу. Но заявка на командировку сотрудника – это у нас кадровые документы. Мы поместим сразу в кадровые документы и присвоим ей индекс нумерации. Индекс нумерации у нас в дальнейшем будет использоваться при создании номеров, нумерации нашего документа. Называться он будет у нас «ЗНК». У нас просто в системе уже присутствует «ЗНК», поэтому я бы вот так вот написала «ЗНК» – заявка на командировку. Далее мы смотрим, чем является у нас этот документ. То есть он не является входящей корреспонденцией договора, заявкой на оплату. И смотрим, по контрагентам нам ввести не нужно, по номенклатуре дело не нужно, по организациям нужно, потому что у нас сотрудник является частью организации, сотрудником организации, поэтому нам это нужно ввести. Учет сторон нам здесь не нужно ввести, срок действия, сумма документа и обязательное указание ответственного. Здесь же мы можем указать обязательность файлов «ЗНК», допустим, оригинала, необходимость печати штрик-кодирования, обязательность указания проекта, если вы ведете проекты, то есть все функции в настройке именно формы документа. И тут же мы включаем в «Реестры». «Реестры» – это то, что мы с вами видели на стартовой странице нашей системы. Кстати, я сейчас обратила внимание, мы уже с вами зашли под Федоровым, под директором, нам система может не дать записать. Нет, права есть у нас, отлично. Значит, продолжаем. То есть мы с вами создали вид документа для работы с данной функциональностью, для работы с созданием элементов справочника вида документа и необходимо назначить определенные права пользователю по настройке прав. У нас были отдельные вебинары, то есть это обычно ответственный сотрудник. Коллеги, слышно меня? Пожалуйста, скажите. Коллеги. Все, отлично. Я просто смотрю, что звук пропал ранее и не увидела. Видимо, я там скорректировалась, его включила. Так, то есть включая в «Реестры», мы на стартовую нашу страницу, на начальную страницу, вот сюда, выводим ссылку на данный вид документа для пользователей. И таким образом мы даем доступ к этому виду документа пользователям быстрый. То есть когда они могут, не переходя в пункт «Меню», сразу здесь видеть. Ну вот, для примера, мы здесь видим, что договоры у нас здесь выведены. Вот, то есть эта настройка у нас здесь используется. Мы можем настроить, для кого это, для каких сотрудников у нас этот элемент, этот вид документа будет присутствовать на стартовой странице. Так, записываем и продолжаем. Что у нас здесь есть дальше? Очень часто нам не хватает тех реквизитов, которые у нас есть стандартные, заложенные в конфигурацию. Но, допустим, у нас может быть командировка заграничная, командировка может быть с бронированием, без бронирования билета. И от этого может зависеть дальнейший маршрут обработки этого документа. Поэтому очень важно обеспечить инструмент, где мы можем создавать наши док-реквизиты. Здесь делается на уровне видов документов. И также можно для разных видов документов использовать реквизиты. Мы сейчас сделаем так и так. То есть у нас есть заявка на командировку сотрудника, с которой мы сейчас работаем. Ранее у нас в системе была просто создана заявка на командировку. Здесь у нас есть за пределы RF-реквизиты используется. То есть мы можем создать новый, допустим, с бронированием. Тип значения у нас можно выбрать. То есть мы можем из каких-либо справочников выбрать. Но это стандартный функционал до преквизитов использования. В общем-то здесь ничего нового нет. Для тех, кто когда-либо использовал этот функционал. Но я его все-таки покажу. Да, нет. Можно использовать условия, видимость реквизита по условию. То есть в какой момент он виден, в какой момент он доступен. И в какой момент его обязательно заполнять. Также мы в документ обороте третьем можем выбрать, где на форуме у нас этот реквизит будет расположен. По умолчанию он у нас расположен на вкладке свойства. То есть отдельно есть вкладка. Здесь же мы можем настроить, где у нас будет расположен этот документ. Допустим, у нас на вкладке реквизиты, группа лево. То есть он будет на стартной страничке, на закладке реквизиты слева. И мы можем использовать топ-реквизиты из другого набора. Заявка на командировку. И мы, допустим, можем за пределы РФ использовать реквизиты из другого набора. Вот таким образом на нашем документе сформируется набор дополнительных реквизитов, которые специфичны именно для нашего вида документов. С реквизитами мы закончили. Так, и я сейчас, знаете, как сделаю, чтобы мы с вами полные права все-таки получили. Мы сейчас перейдем с вами под админский доступ. Перезапущу нашу систему под администратором. Суть в том, что когда под администратором мы видим наш начальный интерфейс, то есть администратор более аскетично видит функциональную систему, интерфейс. Ну, сейчас его, видимо, так выглядит рабочее место администратора, кто у нас никогда не сталкивался. Заходим все в те же виды документов. Вот они у нас наши кадровые. И наша заявка на командировку сотрудника, она пока желтая, потому что мы по ней еще ничего не настраивали, никакую обработку. Настройки еще не завершили. Так, здесь у нас больше функциональности, поэтому мы будем работать под администратором, чтобы полные возможности все рассмотреть. Так, мы видим всю ту же карточку, видим тот же набор дополнительных реквизитов, их мы задали. Теперь нам нужно определиться с нумерацией документов, то есть как она у нас будет идти. Есть справочник нумерации документов. Мы можем выбрать либо автоматически, либо вручную нашу нумерацию документов, то есть как у нас будут присваиваться номера. Нумера просваиваются у нас при регистрации. Нумерация. Мы создаем принцип нумерации заявок на командировку сотрудника. Так, ZN.com назвали. Вот, и формат номера. У нас будет, допустим, индекс вида документа. Это вот ZN.com наш, допустим, год и номер. И периодичность у нас будет год. То есть мы можем периодичность также настраивать для документа. Мы можем использовать или не использовать пропущенные номера. То есть если у нас какой-то документ удален, у нас происходит пропуск номера, то есть по сути уже в системе этого номера и этот номер не используется, мы можем его заново использовать. Здесь эта настройка позволяет нам его использовать или нет. Также настройка является определенным отдельным элементом системы, поэтому мы можем назначить для каких видов документов и по каким разрезам идет независимая нумерация. То есть по организации нашей, допустим, будет отдельная нумерация по каждой организации в текущей настройке. Мы записываем, закрываем. То есть у нас с вами сейчас настроена наша нумерация. Мы ее выбираем, записываем. Все, она у нас работает. Кстати, мы пропустили очень важную настроечку на вкладке основное. Мы с вами сейчас посмотрим, что такое тематики. Вот здесь есть галка «Вести учет по тематикам». Мы к ним перейдем. Так. С нумерациями с вами разобрались. Дальше мы идем, давайте как раз таки разберем тематики, что это такое. То есть ранее, что нам нужно было делать. Для каждого вида документа нам, чтобы настроить реквизитный состав, обработку, нам нужно было сделать несколько видов документов. То есть там приказ по основной деятельности, приказ кадровый, заявка на командировку сотрудника, допустим, внутри страны, заявка на командировку сотрудника зарубежная. Здесь у нас есть возможность использовать тематики. Тематики – это более тонкие разрезы. То есть мой вид документа теперь еще можем поделить на тематике. Допустим, от командировки. регулярный и периодический. Принцип создания тематик здесь я просто взяла с потолка, лишь бы пример привести. Чем у нас здесь разделяется? Мы можем разделить на группы, кто у нас создает эти документы. То есть у вас может регулярный доступ к регулярным документам. Созданием регулярных документов занимается один сотрудник отдела кадров. Периодическим занимается другой сотрудник отдела кадров. Таким образом можно разделить доступ к созданию этих документов. Ну и также тематики можно использовать в условиях маршрутизации. Так что это вот такой дополнительный разрез, который нам немного развязывает руки. И мы можем более оптимально нашу систему в тройке настраивать, нежели в 2.1 это было. Далее вкладка создания документов. Это такая объемная настройка. Здесь достаточно у нас несколько вкладок. Что мы можем здесь настраивать? Первое, что мы можем настраивать, это кому разрешено данные документы добавлять, создавать. И мы можем по тематикам здесь же разделить. То есть на текущий момент у нас всем сотрудникам, по всем тематикам доступно создание данных документов. Далее у нас настройка. Галочками мы проставляем запрещать изменять реквизиты из шаблона. Может ли у нас пользователь, может ли редактировать файлы. То есть мы можем сразу массово здесь по всему виду документов запретить редактировать файлы. И запрещать удалять файлы. Вот то есть когда у нас пользователь может добавить файлы, но удалять он не может. Бывает такое, что обращается заказчик, говорит, не получается никак удалять файлы. Просто установлена эта настройка, и ее никто не замечает. Вот. Далее. Настройка реквизитов документов. Это наши типовые стандартные реквизиты. Что мы можем здесь делать? Мы можем задать умолчательную тематику документов. То есть когда мы будем создавать документ, у нас умолчательно будет ставиться вот эта тематика. Итак, мы с вами настраиваем шаблон, заголовка документа, вид документа и, допустим, дата подписания. Это у нас будет шаблон, заголовка. То, что у нас автоматически будет в поле заголовка. Тут же мы можем задать какое-то содержание документа, умолчательное, гриф, проект, подразделение, ответственный. То есть здесь у нас задаются умолчательные все наши поля, значения полей, чтобы нам их каждый раз не заполнять. Тут же мы можем добавлять файлы к нашему документу, которые у нас по умолчанию будут использоваться. Так, свойства. Это наши реквизиты дополнительные. К ним также можно умолчательные значения добавить. Автоматически они будут проставляться, но будут доступны для редактирования. Так, категории. Если мы используем такой разрез, как категория документов, и можем назначить доступ к документам, можем запретить автоматическое расширение доступа. То есть документ оборот 3.0 у нас используется принцип, когда мы автоматически назначаем доступ к темам, кто у нас участвует, допустим, в бизнес-процессе или работает со связанным видом документов. Так, здесь, если мы ничего не назначили, то у нас документ будет, вид документа будет доступен для всех пользователей. Далее, следующая закладка у нас настройка обработки. Это та настройка, я о ней просто теоретически скажу, сейчас мы не будем ее разбирать. У нас был отдельный вебинар по настройке обработки документа. То есть это бизнес-процесс, настройка бизнес-процесса, жизненный институт документа, в котором у нас документ живет в системе. Ранее, в ранней редакции, в редакции 2.1, это был отдельный функционал, где мы настраиваем весь бизнес-процесс. Здесь у нас это зашитый функционал сразу в виде документа. Вот. Так, ну, если кому важно и интересно, тот может посмотреть запись нашего вебинара, предыдущего, он был у нас на прошлой неделе. Ну и настройка роли файлов, то есть мы можем добавить основные вспомогательные роли файлов и их делить в системе, настраивать к ним обязательность вложения. Может быть, только один файл. То есть здесь тоже настройка у нас гибкая. Так. Далее. Записываем. Что у нас еще есть? У нас есть настройка доступности. Это доступность для корректировки реквизитов. Так, здесь мы можем видеть по сотрудникам, по видам документов доступность полей в разных их состояниях, состояние проекта. И настраивать для разных... Ну, то есть у нас вот здесь видно, что есть для общей настройки для всех пользователей и для дел производителей. То есть это достаточно тонкая настройка. Итак, мы закончили с вами с настройкой вид документа. И мы переходим, теперь создадим нашу заявку на командировку и посмотрим, как она у нас выглядит. Приходим, либо мы можем из рабочего места по работе с документами создавать наш документ, либо мы можем сразу по кнопке создать, не входя в рабочее место по работе с документами. Заявка на командировку сотрудника. Можем сразу... Наша умолчательная тематика. Вот у нас раскрывается наш вид документа. Здесь у нас сразу указан заголовок документа. У нас указаны те реквизиты, которые мы запланировали, которые мы настроили. Вот наш реквизит за бронированием, который мы вывели на форму. Тут же у нас реквизит, который мы вывели не на форму. То есть и доступ у нас автоматически назначился нам, как автор документа. Ну, в общем-то, мы сейчас с вами успешно создали вид документа, настроили и создали документ. Вот, так что наша миссия на сегодня завершена. Вопросиков в чате я не вижу. Ну, еще, наверное, две минуточки, вопросики подожду. Если какие-то будут, то в чат пишите, отвечу. Вот, по обработке документов у нас был вебинар большой. Смотрите, подробно старалась на системе все показать. Запись нашего сегодняшнего вебинара будет. А также будет презентация к вебинару, которая каждому будет на почту направлена. Также еще хочу сказать, что для каждого участника сегодняшнего вебинара у нас предоставится возможность провести личную встречу. Ну, очная, конечно, я сказала слишком сильно. Можно и удаленную встречу, то есть вы говорите свой кейс, мы его разбираем отдельно прямо на встрече. Можем провести демонстрацию программного продукта, посмотреть, выбрать вместе с вами редакцию системы, которая будет интересна. Ну, и я надеюсь, что сегодняшний вебинар будет полезен. Мы пытались пошагово разобрать настройку всего вида документа и итоговый вид документа тоже выйдет. Ну, и, наверное, на этой прекрасной ноте я вижу, что у нас пока вопросов в чате нет. Я с вами попрощаюсь. Вопросик вижу, и немножко тогда отвечу, коль уж есть, у нас время тут с вами есть. Разграничение доступа для пользователей к документам одного вида. Разграничение доступа. Вообще, настройка прав в документ обороте, она очень такая тонкая и многоуровневая. То есть на уровне вида документа мы с вами можем разграничить создание документов и можем настроить тематики, в котором мы потом сможем тоже по этим разрезам разграничить доступ к документам. То есть здесь у нас создается только вот эти две настройки. Ну, и еще мы можем настройки доступности реквизитов на определенные действия на редактирование, доступно, недоступно или не назначено, назначать в настройке доступности реквизитов. Вот это можно отнести к настройкам доступа к документам на уровне вида документа. Все остальное у нас настраивается в другом разрезе. У нас есть большой раздел «Настройки прав». У нас был отдельный вебинар. Тоже, кому интересно, можете его посмотреть. Достаточно подробно мы разбирали и на практическом примере настраивали доступ к документам. Вот, можете посмотреть на сайте Кодерлайн. Там все записи есть. Ну, и анонсы наших предстоящих вебинаров тоже. Так, где можно сделать вид и состояние документа? Ну, состояние документа, не знаю точно ли я правильно понимаю, что вы имеете в виду. У нас есть состояние документа, это реквизит, который является результатом обработки. То есть, если вы даже перейдете, то у нас обработка документа. То есть, это не один реквизит, назначение которого мы можем настроить, а это все прошедшие состояния нашего документа. То есть, вот если мы возьмем договор, так, здесь у нас состояние, по-моему, да, у нас этот процесс не был запущен, здесь у нас состояние проекта. Если мы возьмем какой-то документ, в котором уже есть процесс запущенный, то мы увидим, что в состоянии у нас не просто какой-то один реквизит, указан текущий, а состояние накопленное. То есть, это большой механизм накопленных состояний, который у нас живет в документе обороте. Это ненастраиваемое, то есть, это такой большой движок. Так, надеюсь, на вопрос ответил. Если есть еще какие-то вопросы, вы можете их задавать, вам придет рассылка с материалами, с презентацией и с записью. Можете писать смело на почту, обращаться по номеру телефона. Всегда поможем, подскажем. Ну, и тогда я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok